итак здравствуйте дорогие друзья сегодня среда 29 января и давайте с вами посмотрим на графики евро и фунта видим что вчера покупатели европейской валюты отлично отработали уровень 10.04 сейчас он сместился чуть ниже на диапазон 10 2 0 но в целом дивергенции которые образуются у нас уже на протяжении прошлой и этой недели бычи указывают на вероятность роста европейской валюты и сейчас мы видим попытались пробиться выше средних скользящих и в случае выхода все-таки выше сопротивления 10 30 скорее всего спрос на евро увеличится будет пересечение средних скользящих и текущей дивергенции будут можно будет считать отыгранными при закреплении выше уровень 10 30 можно ожидать обновления максимум в 10 60 и выход на сопротивление 10 88 где рекомендую открывать короткие позиции вчера вот такое движение вниз по европейской валюте было в целом связано с хорошими данными по американской экономике вышли у нас отчеты по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования рост оказался намного лучше прогнозов экономистов и индикатор потребительской уверенности на который обращал внимание также вырос но уже после этих данных крупные игроки воспользовались хорошей статистикой и зафиксировали прибыль перед сегодняшним решением федеральной резервной системы процентом ставкам поэтому мы и наблюдали такое восходящее движение в паре евро доллар все внимание сегодня будет приковано ставкам фрс думаю они останутся без изменений как в общем и политика в целом поэтому серьезного всплеска волатильности я не ожидаю в случае снижения евро сегодня в первой половине остается у нас поддержка в районе 10 2 0 формирование изложенного пробоя будет сигналом на покупку если же все-таки активного спроса на европейскую валюту не будет то возвраты закрепения ниже уровня 10 2 0 быстро столкнет пару на 982 и на 964 но это при условии если федеральная резервная система сделать какие-то намеки на изменение курса денежно-кредитной политики в сторону его ужесточение из фундаментальных данных сегодня у нас выходит опережающий индекс потребительского климата по германии объем кредитования что достаточно интересно по еврозоне и уже затем выход на сбаланс внешней торговли изменения объема запасов оптовой торговли по сша и уже как я отмечал будет опубликован отчет ближе к середине американской сессии по процентам ставкам а затем состоится пресс-конференция что касается британского фунта то здесь мы видим так же вполне ожидаемый прорыв состоялся уровне 30 30 что привело к крупной распродаже к сожалению не дотянули мы до уровня 29 63 на который обращал внимание в своем обзоре на вторую половину дня и сейчас у нас сопротивление 30 30 здесь посмотрим как себя поведут покупатели но торопиться открывать длинные позиции от этого диапазона я не рекомендую лучше всего подождать коррекцию в район 29 97 29 90 вполне вероятно что именно от этого уровня ближе ко второй половине дня если есть покупатели они будут выстраивать новую нижнюю границу восходящего канала поэтому торопиться покупать на пробой 30 30 не рекомендую здесь и средний скользящий поэтому лучше как можно ниже формирование ложного пробоя на 30 30 со скоком от средних скользящих будет наоборот сигналом к продажам и можно ожидать снижение фунта на 29 97 никакие фундаментальные данные важные у нас по великобритании не выходит поэтому вполне вероятно пара будет следовать тренду но еще раз обращу внимание что в ближайшее время может быть переломлен нисходящий тренд поэтому торопиться продавать именно уже на пробой 29 97 я не рекомендую лучше дождаться конечно обновления более крупных сопротивлений это 30 65 и 31 02 от них можно открывать короткие позиции смело сразу на сколько всем удачи